Мир вам, братья и сестры! Слава Богу за эту прекрасную возможность! Я хотел прочитать один стих, который мне очень понравился. Это Псалом 85. У нас хор поет, это «Преклони, Господи, ухо Твое, услышь, помилуй меня». И вот четвертым стихом он говорит такие слова в этом Псалме. «Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою!» «Возвесели душу раба Твоего!» Сегодня, если посмотреть на всех вас, каждый с каким-то сердцем пришел в дом молитвы. Кто-то очень печальный, кто-то очень радостный, кто-то просто с поникшим лицом. Это жизнь человека, и на нас действуют и обстоятельства, какие-то переживания. Поэтому и у этого человека были тоже свои проблемы. И он говорит, «Возвесели душу раба Твоего!» То есть у него была вот эта радость в его сердце, было ликование, а теперь оно утрачено. Он потерял его. То есть «Возвесели, Господи!» То есть «Сделай, чтобы сердце мое было вновь, душа моя пела Тебе!» Знаете, эти события, они часто приходят в нашу жизнь. Поэтому Слово Божие очень много уделяет этому вниманию, чтобы наша душа, она прославляла Бога, чтобы она была живой, чтобы веселье было на наших сердцах, в наших сердцах. И значит, то, что в нашем сердце, оно выходит, братья и сестры, через наше лицо. И как бы ты ни скрывал это, братья и сестры, это невозможно спрятать. Люди замечают это. Знаете, сегодня в Америке каждый десятый имеет вот этот дух уныния, депрессии. Каждый десятый и немало людей, которые не могут выйти из этого состояния. Знаете, они поканчивают жизнь свою самоубийством. И очень много среди подростков имеют такое состояние. Поэтому Слово Божие – «Возвеселить душу раба Твоего!» Как вновь хочется воспрянуть нам, когда приходит такое состояние, когда христианин проходит вот эту долину унижения, долину уныния, топ уныния. И когда он падает, христианин, помните, попал в эту топ уныния. Он был без надежды, и только помощь Господа вывела его из этого состояния. Уныние – это грустить безнадежно, падать духом, отчаиваться, терпеть всякую бодрость, терять всякую бодрость и надежду. Не находить ни в чем утешения. Вот это что-то уныние. Поэтому Слово Божие говорит, Псалом 41, 6 стихом, «Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься?» Знаете, вот это смущение, оно приходит часто в жизнь христианина. И тогда, знаете, это стрелы, это искушение приходит от дьявола, и тогда вот душа, она повергается во прах. Приходит депрессия. Ни в чем человек не видит утешения. Поэтому он просит, возвесели душу мою, Господи, возвесели. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить спасителя моего и Бога. Молодые люди впадают, пожилые впадают в такое уныние, братья и сестры. И как важно найти из этого состояния выход. Псалом 45, 5 стих. «Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою». Знаете, помилуй душу мою, то есть выведи из этого состояния. Оказывается, вот такое состояние приходит человеку тогда, здесь написано, я согрешил пред Тобою, когда в жизни есть какой-то грех, а грех он разделяет Бога с человеком, братья и сестры. Вот тогда приходит уныние, нет радости, и это особо видно на лицах наших. Знаете, Псалом 50, там много написано о том, как человек, Давид, когда согрешил, как он мучился. Я не буду это все читать, но только я хочу сказать, братья и сестры, одно слово, 14 стих, где он говорит «Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественной утверди меня, возврати вот эту радость, возврати». Он просит милости, «Духа твоего святого не отними от меня, братья и сестры». Чтобы иметь эту радость, нужно, братья и сестры, соединиться вновь с Господом, исповедать грех, как здесь написано. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, исповедую». Вот что сегодня нужно – открыть тяжесть греха твоего Господу, тот, кто может снять этого. И дальше мы читаем. «И ты снял вину греха моего». Снял грех. Ничто больше с Богом не разденяет нас. Это соединило нас, исповедание наше. И приходит возвращенное, возвращает Бог радость нашим душам. Душа вновь оживает, вновь начинает петь Господу, выходит из этого такого состояния. Знаете, это видно, когда человек находится, что-то его беспокоит, обстоятельства ли жизни, трудность какая-то, переживание в семье – это видно на лице. Помните, Нееме, который подавал вину, вино царю, и пришло известие в этот момент, в каком состоянии находится город, народ и прочее, разрушение, плен. И он сильно смутился, он плакал пред Богом, а на следующий день он подает вино. И казалось, говорит, я не был таким печальным, но царь говорит, что с тобой, почему лицо твое печально, не болен ли ты? Он испугался. Все это видно на нашем лице, братья и сестры, как и Иова, и арфа наша печальная, и лицо, и сердце, и люди замечают это, братья и сестры. И если грех тревожит нас, нужно исповедать сегодня. И тогда Бог возвращает эту радость. Еще одно обстоятельство, братья и сестры, когда мы можем победить вот это уныние, печаль. Знаете, если вот мы прочитали это место, что унываешь ты, душа, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Уповать на Бога, братья, упование на Бога, оно дает радость, оно дает силу победить Его. Еще один хотел прочитать Псалом вам, 68-й, 31-й стих. Здесь тоже, знаете, говорится о том, как победить Его, что нужно делать, вот это уныние. Читаю, 68-й Псалом, 31-й стих. А я буду славить Бога моего в песне, буду превозносить Его в словословии. Смотрите, это намного лучше, чем жертва тельца или вола, братья и сестры, это намного лучше. Почему? Потому что, когда ты будешь в песнях прославлять Бога, 33-й стих говорится, увидят это страждущие, возрадуются и оживет сердце ищущих Бога. Братья и сестры, когда человек начинает прославлять Бога, уныние уходит из сердца. Сатана и духи зла, уныние, они не могут находиться там, где прославляется наш Господь. Поэтому здесь говорится, я буду славить Бога моего в песне, буду прославлять Его в словословии. И как хотелось, чтобы наши сердца, они наполнились вот этим словословием Богу, увидят это страждущие, они возрадуются, они ободрятся. Поэтому, как жалко, что сегодня в наших домах утратилось песнопение, прославляющее Бога. Поэтому не секрет, что и наше состояние становится таким унылым. Наши когда-то отцы по сегодняшний день, даже голоса они поют, прославляют Бога. Они пели, и мы их хотели, чтобы нам петь в наших семьях, прославлять Бога, чтобы наши дети могли видеть и любили это пение. Молодежь, пойте, когда сегодня высвечивается все на нашем служении, чтобы мы прославляли Бога. Когда прославляет человек Бога, уходит вот это уныние. Один человек, он был в таком подавленном состоянии, когда наши братья посетили его, он был бизнесмен. Но когда начали петь, приехали гости из далекой страны, петь песни прославляющие. Он не хотел ни петь, не хотел ни какое-то общение. Но вот это песнопение, оно, знаете, оно коснулось вот сердечных струн души, и он начал петь. Он возродился, песнопение возрождает. Славить Бога дух уныния уходит. Братья и сестры, будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. Это говорил когда-то своему сыну Давид. Не унывай, когда ты будешь строить дом Божий, когда тебя не будут понимать, когда служители часто не понимают, знаете, прославляйте Бога. Господь удалит это уныние. Еще одно средство – это молитва. Я не буду останавливаться много. Помните, Луки 18 глава должно всегда молиться и не унывать. Когда человек молится, уныние уходит от него. Он побеждает это уныние. Хотел бы еще то, что дает нам победу над унынием, братья и сестры, когда мы читаем Слово Божие. Слово Божие говорит «Это утешение в бедствии моем. Слово Твое оживляет меня». Читайте 118 Псалом, там 11 раз говорится, как Господь оживляет через Свое Слово. Слово Твое, оно оживляет меня, выводит из этого состояния. Вот это уныние приходит и к царям, и к музыкантам, и к бедным, и богатым, бизнесменам и нищим. Знаете, одному как-то в жизни этот был человек очень великий – это Гэндаль. Он с 20 лет уже был известным композитором, уже был известен и в Италии, и в Великобритании. Он уже писал свои сочинения. Знаете, он был очень такой в славе, как никогда. Да, он самый был оплачиваемый композитор во всем мире. Знаете, люди дрались из-за его билетов, чтобы сидеть впереди. Но прошло время. Он утратил вот эту вот славу. Люди привыкли, как все привыкают. И наступил тот момент, когда он писал свои новые произведения, а люди не приходили. Он упал в это отчаяние, в депрессии, уныния. И сколько лет он находился в этом. Но однажды его и посетили болезни. Ему один из поклонников прислал письмо. И написаны были такие слова из священного писания. Были написаны слова такие. «Утешайте! Утешайте, народ мой! Говорит Бог ваш!» Это так подействовало на Гендаля, что это было 22 августа 1741 года. Коснулись вот эти слова его сердца, его струн души композитора. Но он вновь закрыл свой дом и начал писать по-новому. Начал писать. На него произвели это сильное действие. Пережитое не сломило его. Напротив, оно благоприятно подействовало на его будущее. Его характер смягчился. Музыка стала еще трогательной. Произведения его отныне были посвящены только Иисусу Христу. Именно в этот момент жизни родилось вот это произведение. Аллилуйя! Помните, как Хорнерс поет? Аллилуйя! Такие слова. Оно зажигает мое сердце. Оно зажигает ваше сердце. И вот это произведение. И поэтому через слово, как Бог возрождает, братья и сестры. Слава Богу! Слава Богу за то, что у нас есть. И поэтому обращайтесь часто к Слову Божьему. Находите слова утешения. И Бог выведет вас из этого трудного состояния. Итак, мы читаем еще раз эти слова и будем молиться. Что унываешь ты, душа? И что смущаешься? Уповай на Бога! Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Пусть это слово сегодня ляжет в ваше сердце, чтобы навек было изгнано вот это уныние из ваших сердец. А имя Иисуса было прославляемо. Ему дабы честь и слава. Аминь. Помолимся. Помолимся.